Пьется музыка, 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 то печаль, а то без себя. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Мы говорим о какой музыке? О музыке сердца мы говорим. Эта музыка сердца, она возникает, когда человек сердцем трудится. Понимаете, есть разные виды, как это делать. Кто-то, допустим, неверующий человек. Ну, сядьте вечером, просто сядьте перед самим собой. Сядьте, начните просить прощения у близких людей, хотя вы не считаете, что вы виноваты перед ними. Ну, так как между вами все разрушено, значит, все-таки в чем-то виноваты. Ну, просто возьмите и заставьте себя попросить прощения. Просто прощайте. Прости, вместо прощай. Я скажу в этот раз, чтоб рассвет не погас. Раз, я скажу в этот раз, да, такая песня. Ну, то есть, видите, даже просто если мы из сердца начинаем, это называется внутренняя жизнь. Что такое внешняя жизнь? Я хочу, чтоб у меня было счастье, да? Что такое внутренняя жизнь? Я рождаю это счастье в своем сердце, рождаю. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Да, то есть человек рождает из своего сердца что-то. Он не ждет чего-то, да? Птица счастья с завтрашнего дня Прилетела крыльями бдзиня Выбери меня, выбери меня. То есть, не это называется ждать. Понимаете? А второй вариант вот так вот, из сердца рождать. Понимаете, часто мы чем занимаемся? Мы смотрим телевизор, мы смотрим интернет, играем в компьютерные игры. То есть, мы просто хотим счастья, ждем его. Это сон души, это не жизнь. В это время человек ничего не получает. Семья его не восстановится в это время. Возможность получить что-то в жизни важное не возникает. Пустая трата времени. И когда человек заканчивает день после этого всего, когда спать ложится, у него на сердце мутно. Нет счастья. Нет радости. Потому что радость возникает от таких бесед, которые мы сейчас ведем. Это уже не внешняя радость, сердечная радость. Сначала горько немножко, сначала горько, а потом будет сладко. Чуть-чуть попозже. Радость возникает также от чего? Радость возникает от того, что человек знает, понимает, где сила человеческой жизни. Сила человеческой жизни находится в глубоких отношениях, направленных на что-то чистое и светлое. Мы часто говорим о делах, часто просто обсуждаем какие-то политические ситуации. Это чистое или светлое? И светлое это что такое? Это то, что тает, от чего силы тают. Мы говорим о том, что плохо нам жить здесь, давайте лучше. Да? Это не помогает. Но есть особый вид беседы, который направлен на открытие сердца. Понимаете? Вот мы сейчас так беседуем с вами. Вот такие беседы, они реально меняют судьбу. Реально меняют судьбу. Такая беседа может с кем-то вестись. Можно лекцию слушать, можно общаться напрямую, и можно слушать духовную музыку. Это тоже беседы с вами. Но надо в это посвятить внимание. Понимаете? Вроде бы муж не появляется от этого. Но интересно знать, как это написано в Священных Писаниях Древних. Когда человек хочет счастья, то оно убегает. А когда человек трудится для счастья, оно заходит. Понимаете? Хочет счастья означает ждет. Оно убегает. Когда человек начинает сердце свое для счастья открывать, вот мы с женщиной, допустим, поговорили, и выяснилось, что она недостаточно уделяет сил для того, чтобы заботиться о других. То есть свою женскую природу не открывает. Ручеек женской энергии не потечет, если ты внутренние силы не прилагаешь. А почему внутренние силы не прилагаешь? Потому что силы нет. Нет силы заботиться ни о ком. Откуда брать силы? Вот в чем вопрос главный в нашей жизни. Силы берутся от подвига душевного. Поэтому мы должны приучать себя читать книги о возвышенных людях, смотреть фильмы о возвышенных людях. Мы должны приучать себя. Это потому что надо заставить себя это делать. Это не развлекает. Это надо заставить. Приучать означает душевная работа, слушать лекции о каких-то возвышенных вещах, читать молитву как результат, потому что молитва — это уже более высокий способ жить. Более высокий способ жить. Это способ, который наполняет все водоемчики. И человеку по факту есть два типа людей. Есть скупые люди, а есть люди благородные. Кто такие скупые люди? Скупые — это те, которые ждут счастья. Благородные люди никогда счастья не ждут. Они знают, что я просто буду делать то, что нужно. То есть я буду возвышенные мысли копить в своем сердце, изучать, как правильно жить, молиться, желать всем счастья, прощать, просить прощения, работать сердцем. Я буду работать своим сердцем. И что получится дальше? А получится то, что люди, которые пришли ко мне на лекцию, будут меня слушать когда-нибудь. Они услышат то, что я говорю. Я буду жить. Я буду вкладывать в свое сердце. И придет время, и у меня с вами установится связь. Вот эти глубокие, чистые, светлые отношения, которые являются смыслом моей жизни, моей судьбы. Я для этого живу. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Это моя цель. Но это не значит, что вы прямо сейчас сразу услышали. Придет время, услышите когда-нибудь. Но мне надо дальше трудиться. Это труд души. Это не труд, такой, что я должен на стол сейчас встать, потанцевать. Это труд души. Если ваши сердца захотят, они меня услышат. Если не захотят, не услышат. Вы в этом абсолютно свободны. Вы независимы от меня в этом. Вы захотите услышать меня, захотите нет. Но если вы меня услышите, то я не зря сюда съездил. А если не услышите, значит зря. Понимаете, это все зависит от того, сколько у меня там внутри скопилось. Если у меня силы есть, я смогу до вас донести. Нет, не смогу. В этом заключается человеческая жизнь. То есть, понимаете, не надо беспокоиться ни о чем. Надо продолжать действовать. Я не жалею ни о чем. Осел фундамент крепок дом. А все, что создано трудом, то мне дороже. Это, понимаете, то есть человек должен действовать. И пускай он уже, допустим, простарился чуть-чуть, он уже как бы не такой молодой. Но у него есть душевная сила. Понимаете? Потому что красота человеческая, она не зависит от красоты тела. По факту, женщина даже к преклонам возраста может выйти замуж. Если у нее сердце поет, женское сердце поет, если у нее сердце сильное, она может всегда быть не одна. Часто бывают женщины замужем, они одиноки. Почему? Потому что женская энергия не движется. То же самое касается и мужчины. Мужчине должна быть мужская энергия. Мужчина часто думает, что мужская энергия означает... Вы понимаете, да, о чем я? Ты мужик или не мужик? Ну, то есть, часто мужчины думают, что мужик означает, что много секса можно давать и иметь. Нет. Это следствие. Это не основа. Основа мужской силы — это ответственность. Это способность терпеть судьбу. Женщина по факту замуж ведь выходит зачем? Она за муж. За кем? За мужем. Замуж означает, что кто-то должен быть сильнее. Смотрите, женская психика, она как река, она постоянно движется. Женщине очень трудно быть устойчивой психически. У нее постоянно меняется настроение. И очень трудно взять вот так, и чтобы у нее все хорошо в жизни было само собой. Но когда она видит мужчину, она видит, что там все стабильнее. В его психике все как-то должно быть крепче, должно быть стабильнее. Но, понимаете, проблема заключается в том, что в мужчине все стабильнее может только по той причине быть, если он внутреннюю работу над собой делает. Если для женщины, допустим, внутренняя работа, вот то, что мы решили, заботиться обо всем, ухаживать, заботиться, интересоваться, желать всем счастья. То есть женскую силу вкладывать любовь, вкладывать любовь во всем, близкие отношения. Любовь означает близкие. Как у тебя дела, мои хорошие? Думаешь, я тебе забыла? Нет. Мы с тобой продолжаем дружить, несмотря на то, что тебе тяжело. Я тебя никогда не оставлю. У тебя все будет хорошо. Я сейчас к тебе бегу. Ты себе приготовила покушать? Лежишь в постели, не можешь встать, ничего-ничего. Сейчас мы с тобой, у нас все будет хорошо. Прибегайте, готовите. Что происходит дальше? Само собой, у вас щечки становятся румянее, носик красивее, губки красивее, глазки красивее. Само собой. Понятно? Ну, то есть идея в чем заключается? Что когда человек забыл про себя, он начинает жить для счастья близких людей, других людей. И он наполняется той силой, которая должен наполниться. Все происходит само собой. И надо об этом беспокоиться. Что такое стресс? Это когда те цели, которые поставлены неправильно, муж не может быть главной целью жизни, дети не могут быть главной целью жизни, работа не может быть главной целью жизни, дом не может быть главной целью жизни. потому что эти цели являются нуждой. Это то, что наполняется из главного озера. Само собой. Об этом не надо думать. Надо думать о том, чтобы у меня в сердце жила вера. Понимаете, вера означает вера в Бога, вера в святость, вера в священное Писание, вера в чистоту человеческую. Потому что Бог может через людей быть виден. Например, в конце лекции я предлагаю всем представить святого человека, мысленно кланяться ему и желать всем счастья. Но сам я делаю другое. Я настраиваюсь на вас, на тех людей, которые сидят в зале, и пытаюсь найти вас чистые и светлые. И мысленно кланяюсь вам в это время. И знаете, что происходит? Я начинаю чувствовать эту силу, которая есть в людях, которые пришли на лекцию. И эта сила наполняет меня тем, что я все лучше и лучше, качественнее отдаю вам вот это пожелание, желающим счастья. Понимаете, даже в людях есть Божественное. Есть вот эта сила, которая наполняет радостью даже в людях. Поэтому, допустим, вы скажете, у меня нет никакой веры. Я не хочу в секту. Как люди часто думают, вера означает секту. Ну хорошо, тогда просто верьте в то, что в человеке есть Божественное. Просто служите людям. Заботьтесь о людях хотя бы. Потому что, когда человек в людях воспринимает чистоту, а не грязь, тогда он может очень многим помочь в этой жизни. В ведах есть такое сравнение сознания пчелы и сознания мухи. То есть показывается, как человек сам себя взрывает в страдании и как человек побеждает судьбу. Два состояния человеческой души. Попытайтесь понять глубоко эту аллегорию, потому что она очень важна. Одно состояние. Пчела летит к нектару. Что такое нектар? Это энергия любви. Пыльца вот эта в цветке. Нектар – это энергия любви. У цветка есть много всяких компонентов. Но именно пыльца – это энергия любви цветка. Пчела летит только к любви. Она видит много предметов разных по дороге. Ей это неинтересно. Ей нужен только нектар. Она прилетает к нектару. И сравнивается, и говорится, что она настолько поглощена сбором вот этой энергии любви, нектара, отношений с нектаром, что она забывается. Если, допустим, в Индии цветок лотоса, он закрывается, когда садится солнце. Если пчела там в этом нектаре забылась, долго там находилась, то она попадает в капкан. То есть, фактически, она в тюрьме. Нельзя вылететь. Цветок закрыт. Плотные, стомкнутые лепестки. И что вы думаете, там пчела задыхается? Нет? Она даже не замечает, что она в капкане, потому что она думает только о нектаре. Она постоянно трудится там, собирает этот нектар. И когда цветок раскрывается, пчела вылетает и летит в улей. Причем, если далеко, большой расстояние пчеловоды знает, что если большое расстояние между цветками и улей, она может даже умереть по дороге. Она вообще о себе не помнит. Она думает только о том, чтобы носить мед. Куда? Своим любимым. Там много пчел. Она прилетает, отдает нектар, опять летит за нектаром. Когда она становится совсем голодной и уставшей, то она начинает кушать мед. Мед в сладких вкусах, энергии любви. И когда она кушает мед, она вся в этом меде изваляется, и в ней так крылышки трясутся, лапки вот так дергаются. Потом постепенно она освобождается от меда и опять летит за нектаром. Так проходит вся ее жизнь. Чем занимается муха? У мухи тоже есть желание сладкого вкуса. Она тоже летит к сладкому, любит сладкое. Но по дороге, пока она летит к сладкому, она замечает бардак. Там лежит куча какая-то. И она воняет. Надо разобраться в этом вопросе, понимаете? Потому что не должно быть бардака. Надо им всем объяснить, как жить правильно. Надо доказать правду. И она залетает в кучу, чтобы навести порядок. В результате там завпарыши заводятся. А это уже ее там место, где она живет, по факту. То есть одни люди живут вот в любви, ищут чистое, светлое от других людей. И не хотят думать об их недостатках. Другие взрываются в недостатке близких людей. И проводят в этих недостатках всю свою жизнь. Есть сознание пчелы, сознание мухи. Пчела живет только медом, только сладким вкусом. И постепенно все вокруг нее превращается в один нектар. Но есть одно но. Вот вы сейчас, когда меня слушали, о ком думали? Кто муха? Это ваш муж или вы? В этом заключается проблема. Проблема заключается в том, что для нас все мухи, кроме нас, мы пчела, я пчела. Все остальные мухи. Понимаете, проблема заключается в том, что мы очень сильно чувствуем, у нас есть чувство очень сильное, что я хороший. А все остальные плохие вокруг. И мы их в этом обвиняем. Он говорит, ты что, как муха живет? Будь нектарем. Пчела не интересуется, кто плохой. Ей это не интересно. Она имеет другое свойство. Она всегда чувствует, что у нее есть проблемы, а не у других. У меня просьба, вот детки очень хорошие. Это наше счастье. Но так как счастье встало между мной и вами, поэтому лекций не будет. Там деток лучше назад, чтобы они не мешали смотреть. Надо их забрать. Пожалуйста. Потому что детки всегда хотят быть спереди. Это хорошо, это тайно. Но сейчас у нас важная тема. Да не, все нормально, мы тоже дети. А второй тень? Это у вас двое, что ли? А, это ваш второй. Ну, как-то ему надо... Вы сядьте назад с ним, чтобы он там игрался. Нельзя вот здесь на сцене. Итак, смотрите, идея в чем заключается? В том, что мы очень четко нацелены на то, что недостатки есть у людей, которые нас окружают. Это и есть сознание мухи. Потому что пчела — это тот человек, который беспокоится только о своих собственных недостатках. Помните, мы в начале лекции говорили о том, что страдания исходят от меня в начале. Хоть я и не вижу этого, не понимаю, но я являюсь причиной того, что ко мне плохо относятся. Это тайно. Но человек, разумный человек, он здравый смысл свой при неменяет для того, чтобы сказать себе «Я не знаю об этом, но я являюсь причиной своих проблем». Это первый самый шаг, очень трудный, который приводит человека, как ни странно, к состоянию душевного покоя. Что такое стресс? Стресс — это когда теряется жизненная нить. Человек не знает, что ему делать в жизни, как жить он не знает. Поэтому и возникает стресс. Потому что есть только одна вещь, которая приносит счастье — это знание. Если взять, допустим, человека в стрессе, кто из вас в стрессе находится, сейчас поднимите? Вот как вы засыпаете? Когда вы спать ложитесь, о чем вы думаете? Нет, моя хорошая, вы не в проблемах думаете. Если вы серьезно проанализируете, вы поймете, что вы думаете о том, что делать, что делать. Как все это решить, эти проблемы. Что о проблемах думать? Они вызывают боль только. О них не подумаешь. Вы думаете о том, что делать. Понимаете, самая главная ценность в человеческой жизни — это знание о том, что делать. И это знание должно привести вас к какому-то результату. Я вам сейчас скажу, что делать. Вам надо найти вот этот вот светлый источник счастья. Светлый источник. Искать его надо. Это святость, это священное писание, чистота, молитва. Это и сердце идет. Который приведет вас к способности внутренней принять судьбу. Что значит принять судьбу? Это значит вдох-выдох, вдох-выдох. Я не считаю, что у меня все плохо. Почему? Потому что ваше озеро центральное наполнилось до такой силы, чтобы пересохшие озерца затопить водой. Они еще не заполнились, но центральное озеро уже пошло наполняться. Это значит, что у вас появилась вера в свою судьбу. Принятие приходит, когда есть правильный путь. Но давайте сейчас с вами проведем эксперимент. Согласны? Хороший эксперимент. Да? Мы с вами разговариваем? Да, конечно. Я только вам все говорю. А вы думали, кому? Дядя Вася за вами, который сидит? Нет, я вам говорю. Как вас зовут? Наталья? Где Илья? Спасибо вам. Но я сейчас с Натальей разговариваю. Нет, вот она на третьем ряду. Хотя для вас тоже я говорю. Спасибо вам большое. Итак, смотрите, Наталья. Нужно понять одну вещь. Кроме вас, никто вас счастливой не сделает. Никто не сделает. Если вы думаете, что кто-то сделает, это ошибка. Но как я себя сам делаю счастливой? Я отказываюсь от того, что я могу сам что-то сделать. Мне нужна сила. Я понимаю, что если бы у меня были силы, сейчас бы уже все было. Понимаете, что это все происходит само собой. Если, допустим, у вас есть сила внутри поменять, вот у вас есть проблема, я вижу. У вас есть сила поменять, чтобы не было проблемы? Есть внутри сила? Нету этой силы. Нету. Если бы была, все бы поменялось уже. Пытайтесь это понять. У человека все это происходит автоматически. Я вернусь сейчас к вам. Я понял, что нужно еще кое-что прояснить, прежде чем я вам одну вещь скажу. Важно. Хорошо? Сейчас я всем буду говорить. Смотрите. Допустим, у меня болен ребенок. Я переживаю. Вот я переживаю. У кого болен ребенок? Поднимите. Вы переживаете. Так? Он от этого лучше становится, ребенок? Нет. Почему? Вы нашли метод вылечить его? Нет. Почему? Да, я теперь уже с ней разговариваю. Не нашли. Почему? Потому что у вас не хватает душевной силы для этого. Я вам сейчас открываю очень важные вещи. Попытайтесь это понять. Смотрите. В древних писаниях говорится, что люди в этом подводных течениях, в этом глубине ума, друг другом все связаны. Ребенок болеет, мать беспокоится. Что это значит? Она отдает ему силы. Мы все связаны друг с другом. Очень сильно. И в чем заключается ошибка человеческого мышления? Ошибка заключается в том, что мать отдает свои силы до тех пор, пока ее не трясет. Она начинает беспокоиться. У нее нет уже силы отдавать ребенку. Она все отдает. Почему так происходит? Потому что она не знает источник силы. Она не знает, откуда берется силы. Все люди находятся в этом неведении живут. Они думают, что я сам смогу, справлюсь. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм. Мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Видите, вот эта вера в себя, она это признак молодости. Это признак глупости. Потому что сила человеческая берется откуда-то. Она не берется от себя. Вот то, что я сейчас с вами разговариваю, пытаюсь вам помочь, это не моя сила. Я не верю в себя. Понимаете? Ребенок выздоравливает несколькими способами. Первый способ сам выздоравливает. Второй способ вы узнаете, кто его вылечит. Откуда берется этот способ и первый, и второй. Он перетекает из вашего сердца к его сердцу. Это ваше озеро, понимаете? Это то, что делает вас счастливой. Но для того, чтобы перетекло, нужна здесь вода. И эта вода берется от духовной жизни. Это называется духовной жизнью. Или внутренняя жизнь. Что такое духовная жизнь? Это концентрация на чем-то чистом и светлом. Допустим, есть святые люди, есть священные писания, есть молитва. Я не знаю, с чем чистым и светлым у вас конкретно есть связь. И у вас есть такая связь с чем-то? С чем конкретно? А? С Богом. Как вы это представляете? В виде иконы, в виде священного писания. А? Как? Чувство любви. Хорошо. Берете, концентрируетесь на это чувство любви, которое вы считаете божественной, не ваше. Это не ваше должна быть, понимаете? А идет откуда-то и должен быть источником. Источником является молитва, может быть источником связи с Богом, может быть священное писание, могут быть святые люди. У вас кто является источником? Где источник? Не знаете? Значит, тогда не будет практики. Как вы будете настраиваться на любовь, которая является... Вы правы, любовь — это энергия Бога. Как вы будете на это настраиваться, чтобы победить свою судьбу? Какая практика будет вами осуществляться? Вы будете помнить об этой любви, да? Хорошо. Действуйте. Вот это то, что вы должны делать. Вы должны вспоминать любовь Бога. Если вы чувствуете, что это вам помогает, что это та чистота, которая наполнит ваше озеро, вы верите в это. Вспоминайте любовь, которая исходит от Бога. Знайте, что получится в результате. Или сын вылечится сам, или вы узнаете, где лечиться. Как вы узнаете это? Вот так же, как вы видите меня. Меня видите? Некоторые до сих пор не заметили. Возвращаемся к вам. Видите, если не решена ситуация, значит, нет силы сводить. Понимаете? Нет силы. Вот здесь нет силы. Это значит, что нужно чем заниматься сейчас? Думать о ситуации? Почему мы думаем о ситуации? Потому что больно. Вот, допустим, у меня больная печень. О чем я думаю? О печени. Потому что больно. Чем больше я думаю о печени, тем больше больная печень. Чем больше больная печень, тем я больше думаю о печени. Чем это заканчивается все? Понятно, да, система? Это означает стресс или замкнутый круг. Почему он возникает? Неправильное мышление. Если у меня больная печень, о чем я должен думать? А? Нет, это тоже. Как ее вылечить, это тоже думать о печени. Неправильный ответ. А? Причину искать, как вы ее найдете? О, как не думать о печени? Думать о почке. Это так и делают люди, да. Если с мужем непонятки, значит, любовника ищем. Не работает система. Печень больная, почка думает. Не работает. Какой еще вариант? А? Думать о методе излечения. Если вы, если вам суждено понять метод излечения, вы его поймете немедленно. О. Видите? Мы об этом говорим, всю лекцию, но не срабатывает система. Видите, мы прикованы к печени. Так, лечить печень, думать о методе излечения печени. Если как бы не помогает, думать о почках. Но только не молиться. Видите? Смотрите, психика человека как работает. Психика человека направлена в зону боли. Она не может от этого отвлечься, понимаете? То есть, наша психика направлена в зону боли. Мы не можем переключиться на то, что нам поможет. Наша психика направляется на маленький водоем и иссушает его все больше и больше. Почему? Потому что там уже нет воды, а мы ее пытаемся выпить. Мы думаем о печени, а так и так больная. Надо ее оставить в покое. Да? О чем молиться? О чем молиться? О печени? О печени. Если петь нам о печени, как не петь о кишках, отдаем мы любимой селезенке своей и учебу, и труд. Видите, я уже иронизировал немножко. О чем нам думать? О чем-то выше, чем печени, селезенка и кишки. Понимаете, есть два вида молитвы.